Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Губернатор Николай Меркушкин провел встречу с общественностью и активом Самары. В зале Самарской филармонии собрались более тысячи наиболее добросовестных, авторитетных и высокопрофессиональных людей. В руководители всех крупнейших предприятий областного центра – молодежь, кандидатов в депутаты районных советов города. Из таких неравнодушных граждан формируется команда «Созидание». Подробности в нашем сюжете. 7 миллиардов рублей – беспрецедентную сумму, выделенную на ремонт самарских дорог в этом году. Более миллиарда рублей – самая большая сумма в стране на жилье для молодых семей. 60% – рекордный рост строительства и ввода в эксплуатацию нового жилья. Добиться еще большего позволит конструктивный диалог власти и общества. Этот принцип заложен в основу реформы местного самоуправления, которая сейчас реализуется в Самаре. Раньше был один депутат у нас в Советском районе на 30 тысяч человек. Он один физически не успевал со всеми пообщаться, ответить на все жалобы, проблемы, вопросы. А сейчас округа стали меньше. Кандидаты и депутаты, они соответственно имеют доступ и непосредственно к избирателям. Избиратели могут позвонить на твой личный сотовый телефон, задать любой вопрос, встретиться. То есть такая связь идет прямая с населением. Сейчас идет взаимодействие с властью, коммуницирование с властью не на уровне «человек-город», «человек-область», а на более близком и тесном взаимодействии «человек-район», что позволяет более оперативно решать все проблемы жителей. Самара – одна из первых в стране в формировании новой системы власти. На встрече с кандидатами в депутаты райсоветов губернатор Николай Меркушкин отметил, такая система позволит вовлечь в созидательный процесс как можно больше людей, неравнодушных к тому, как развивается город. Сформировать единую команду созидателей, куда войдут не только представители местных властей, но и общественники и рядовые самарцы, чтобы общими силами решать вопросы своего двора, микрорайона и города в целом. Мы должны почувствовать себя всей единой командой, что мы одна команда. Мы делаем одну работу, одну задачу решаем, как сделать город лучше, как сделать область лучше. И если мы будем как одна команда смотреть на эти вещи и решать, не думая о другом, то, конечно, у нас будут быстрее, чем совсем другие результаты. Чтобы каждый из вас осознал тот исторический шанс, который выпал сейчас для нашего города, для всех нас и для наших семей по изменению ситуации в городе. Чтобы в ближайшие пять лет мы сделали такой мощный рывок в нашем городе, чтобы опять доверие государства, доверие жителей нашего города позволило нам гордиться на все сто процентов тем, что мы делаем в нашем городе, в нашей области, в нашей стране. Реформы местного самоуправления в Самаре, призванные приблизить власть к народу, переходят в завершающую фазу. 13 сентября в Самаре пройдут выборы депутатов в районные советы. Ими станут 284 человека. Это представители молодежи, общественных организаций, авторитетные в своих коллективах и активные жители Самары. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. Долгожданные события для учеников 81-й школы. Учебное заведение планируют открыть после капремонта ко дню знаний. Сейчас ход работы в здании отслеживается буквально каждую неделю. Подрядчики должны успеть закончить все работы раньше срока, который изначально устанавливался в контракте. На стройплощадке побывал наш корреспондент. 81-я школа переживает второе рождение. От старого здания здесь остались только фундаменты, несущие стены. Все остальное совершенно новое. Сейчас капитальный ремонт зданий вышел на финишную прямую. Завершены все строительные работы, приводят в порядок фасад. Все классы подготовлены под частовую отделку, устанавливается система вентиляции. По поручению главы администрации города Олега Фурсова подрядчик скорректировал сроки. Школу обещают открыть не в декабре, как планировалось, а уже 1 сентября. Подрядная организация принимает все меры для того, чтобы выполнить то поручение, которое перед нами поставлено. Люди работают, можно сказать, круглосуточно. Специфические работы, которые можно выполнять и ночью, это отделочные работы, выполняются ночью. Одновременно на объекте трудится порядка 80 человек. Районные власти, представители департамента строительства, ход ремонта школы, как и поручал Олег Фурсов, отслеживают еженедельно. Школа центральная. В свое время общественный резонанс очень большой был вызван этим объектом. Поэтому просьба сосредоточиться на этом. 1 сентября мы там должны быть резать ленточки, запускать шары. В ближайшее время департамент образования подготовится к возобновлению учебного процесса. Необходимо оснастить школу учебными материалами, мебелью, оборудованием, чтобы успеть ко дню знаний. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. Ремонтные работы идут и на улице Новосадовая. Помимо работ на проезжей части, здесь заменит и водовод, который обслуживает самарские коммунальные системы. Комплексные работы затронут отрезок. Новосадовая от улицы 22-го партиезда до Аменева. Частично будет перекрыта дорога по направлению из города. Подготовительные работы уже ведутся, а открытые земляные работы начнутся на следующей неделе. Планируется, что работы будут вестись в две смены и закончатся до конца сентября. Полмиллиона рублей штрафа за полгода выплатили нарушители правил благоустройства в Самаре за сброс мусора в неположенных местах. Еще 45 тысяч рублей выплачено за несоблюдение экологических норм. Чаще всего от рук мусорщиков страдают окраины города. Береговая линия реки Самара в поселке Шмидта сужается с каждым днем. Сюда привозят грунт и возводят площадку. Вот это засыпали водоохранную зону реки Самары. Песком, да? Не обязательно песком, грунтом, строительными отходами, производствами, ну, различными отходами, производствами и потреблением. Улицы Степана Халтурина. Это место облюбовал нерадимый предприниматель. Сюда, к берегу реки, везет грунт и строительный мусор. Грунт отсыпается по всей протяженности поселка. Возводится насыпь. Камазы ездят по дорогам через жилую зону. Разбивают асфальт, шумят, пылят. Чтобы закрыть путь на площадку, въезд перегородили бетонным блоком. Сейчас вот, к сожалению или к счастью, мы не встретили здесь нарушителей. На виновных лиц накладываются административные штрафы. И затем мы рассчитываем ущерб, нанесенный почвен. Он сейчас составляет примерно от 50 до 180 тысяч рублей. Местные жители нарушителей здесь видят. Камазы, говорят, шныряют на площадку постоянно, двигают бетонный блок и проезжают. У нас поселок стоит и устроен так, что ливневые воды стекают вниз. Сейчас это насыпь такой высоты, что вода задерживается на уровне улиц и не уходит. У кого-то в погребах стоит вода, где-то дренажная система засорена, просто никуда не уходит. Такая ситуация – серьезный ущерб экологии и людям. Полиция, природоохранная прокуратура, административная комиссия обещают проводить проверки в поселке Шмидта, выявить и наказать нарушителей. Что, думаю, что он внимание обратил? На машину, что ли? Ну, елишь ты, елишь. Он направо уходит. Ну, пошли за ним. В Кировском и железнодорожном районах во время таких рейдов были зафиксированы факты сброса мусора. Нарушителей удалось задержать. Именно благодаря видеосъемкам чаще всего удается привлечь к ответственности нерадивых граждан. Также в общем деле помогают активисты народного контроля. Валерия Макарова, Илья Овсяников, Константин Головин. События. Еще одну свалку ликвидируют на Волжском шоссе в районе Сорокины хуторов. По подсчетам специалистов, отходы сюда сбросили как минимум 10 камазов. В основном это строительный мусор. Так нарушители экономят на транспортировке и утилизации отходов на специальном полигоне. В итоге страдает природа. Свалку обнаружили во время планового объезда территории. Специалистами администрации Кировского района ежедневно проводят осмотр подведомственной территории. Как в дневное, так и в ночное время. Также совместно с сотрудниками полиции осуществляются ночные выезды для пресечения несанкционированного складирования строительного мусора. В один из таких выездов был выявлен факт складирования здесь строительного мусора. К сожалению, уже по факту. Всего за 2015 год в Кировском районе было 40 выездов совместно с сотрудниками полиции. По их результатам составлено 17 протоколов об административных правонарушениях. Одно транспортное средство эвакуировано на штрафстоянку. На свалке около Сорокины хуторов поймать нарушителей за руку не удалось. Поэтому и ликвидируется она за счет бюджетных средств администрации Кировского района. Ломать не строить, чтобы сбросить мусор одному КАМАЗу достаточно трех минут. А вот на очистку леса от содержимого десяти таких КАМАЗов уйдет весь день. До вечера здесь будут работать восемь грузовых машин. Чтобы территории впредь оставалось чистой, дорогу к ней перегородят. В ближайшее время здесь будут поставлены бетонные блоки. Руководитель одного из управлений администрации Чапаевска задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Мужчина был задержан с поличным в момент получения 1 миллиона 200 тысяч рублей. По данным полиции, деньги чиновник получил за оказание содействия в согласовании проекта распоряжения главы администрации Чапаевска. За три года более 170 тысяч школьников со всей губернии приняли участие в серии военно-спортивных игр «Зорница». Проект был воссоздан по инициативе Самарского регионального отделения партии «Единая Россия». В рамках проекта «Надежда наций» в поселке Рощинский стартовал финальный этап игр этого года. С каким настроением мальчишки и девчонки переносили тяготы военной службы, расскажет Павел Баймаков. Поселок Рощинский – 15-я отдельная мотострелковая бригада миротворческих сил. Именно здесь впервые в действующей воинской части и решили открыть финальный этап «Зорницы-2015». По словам организаторов, даже воздух на территории части настраивает молодежь на патриотизм и стремление к победе. Здесь стоят настоящие генералы, здесь стоит настоящая техника. Здесь все пропитано духом, воинским духом, духом патриотизма и гордостью за нашу Родину. Проект имеет грандиозное значение. Стране нужны настоящие патриоты. Я думаю, что здесь они рождаются. Я думаю, что и для самих военнослужащих появление вот этих ребят, земляков, молодых, которые только сейчас задумываются и делают первые шаги военной службы, это в том числе и для военнослужащих важно, потому что им это прививает чувство ответственности за вот этих ребят, которые сегодня здесь находятся. Участие в финальных играх принимают 10 команд со всех районов Самары, а также из Вожского района и Чапаевска. Ребятам предстоит пройти несколько площадок и показать лучшие результаты в разборке и сборке оружия, метании гранат, строевой физической подготовке и стрельбе. Все интересно, все нравится, охота попробовать. Все-таки подготовка перед армией, перед службой. Все позитивно настроены. Это закаляет, делает тебя более устойчивым, то есть подготавливает к дальнейшей жизни. Есть и те, кто во время игры соревнуется не только с соперниками, но и с самим собой. Ольга Садовая сегодня поставила свой новый рекорд, сделав упражнение на пресс 225 раз. Я занимаюсь спортом вообще с трех лет, поэтому как-то в привычку вошла без спорта уже вообще никак. Потому что я люблю спорт. Военно-спортивные игры «Зарница» в Самарской области проводятся уже третий год подряд. За это время в них приняли участие более 170 тысяч школьников со всего региона. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События. Помочь тем, кому поддержка жизненно необходима, подарить детям улыбки и нужные вещи. В доме ребенка «Малютка» прошла благотворительные акции. Примечательно, что на призывы не остаться в стороне откликается все больше самарцев. Такие гости здесь впервые. На огромных байках приехали ночные волки, да еще и с подарками. Патриотично дарят диски с российскими детскими песнями и мультфильмами. Байкеры – постоянные участники патриотических и благотворительных акций. И на приглашение приехать в детский дом «Малютка» откликнулись сразу. Малыши нашли контакт с суровыми на вид мужчинами, а уж с мотоциклов и вовсе слезать не желали. Детям очень понравилось. Я думаю, разнообразие все равно есть. Им хочется с техникой, может, пообщаться, что-то интересное новое для них. Детям всегда нравится что-то пощелкать, покрутить, понажимать. Благотворительную акцию в Самарском доме ребенка «Малютка» организовало управление наркоконтроля по Самарской области. Здесь находится порядка 40 детей с серьезными заболеваниями сердца и центральной нервной системы. Зачастую родители таких ребят страдают пагубными зависимостями. Однако малыши находят силы радоваться жизни, улыбаться и верить в добрых людей. Мое руководство приняло решение о том, что управление соберет денежные средства и произведет закупку необходимых вещей для дома ребенка. 1 июня мы приехали сюда уже вместе с сотрудником спецназа, торжественно подарили все, что мы там насобирали, напокупали. И, наверное, с этого момента началась совсем такая большая дружба. К благотворительным акциям присоединяются все больше простых самарцев и представителей бизнес-сообщества. Новенький комфортный микроавтобус – как раз то, чего очень не хватало. Для того, чтобы, например, повезти в кардиологический центр, нужен большой автомобиль. Посадить троих детей, троих сотрудников. Не просто так их уместишь в легковой машине. В такой большой, конечно, газели мы теперь будем ездить с комфортом во все консультации. Автомобиль подарила страховая компания, которая на благотворительность отчисляет процент с продажи страховых полисов. Вот в этой газели, например, сейчас здесь участие десятков тысяч людей города Самары. У нас все хорошо, у каждого человека. Это не значит, что везде все хорошо, что нет людей, которым нужна помощь. Маленьким деткам, например, в больницах или пожилым людям. Сотрудники Дома ребенка стараются сделать все, чтобы малыши чувствовали заботу, жили в комфорте. И помощь тут всегда кстати. Как рассказала главный врач, постоянно звонят люди с предложениями о помощи. Вот и на этот раз поддержку указали и самарские блогеры, которые купили необходимые средства гигиены. Неравнодушных самарцев немало и в планах продолжения благотворительных акций, в которых могут поучаствовать все желающие. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, События. Лучшие ландшафтные дизайнеры и озеленители города преобразят парк «Дружба». 8 августа здесь пройдет традиционный фестиваль цветов. Особое внимание уделят теме 70-летия Победы. На фестивальной площадке участники создадут композиции «Цветы Победы». Победители получат денежные призы – 160 и 40 тысяч рублей. Кроме конкурсов профессионального мастерства, для зрителей подготовят концертную программу и костюмированное шествие. Также все желающие могут посоревноваться в создании лучшей фотографии и детского костюма. Садоводов ждут на традиционной выставке продажи цветов, комнатных растений и посадочного материала. В Самаре состоялось открытие международного турнира по боксу на призы двухкратного олимпийского чемпиона Олега Саитова. Соревнование такого уровня в Самаре – новый виток в развитии бокса в области. На ринг вышли не только российские спортсмены. Гостями турнира стали боксеры из Ирландии и Казахстана. Покорился ли самарский ринг иностранцам, расскажет Валерия Макарова. Первое впечатление от Самары – у Шона Харрисона жаркое. В его родном белгости в Северной Ирландии даже летом гораздо прохладнее. Шон первый из своей команды вышел на самарский ринг. Ушел с него победителем. Боксеры здесь примерно моего уровня. На ринге я выложился и победил. Но уровень действительно высокий. Гости из Ирландии и Казахстана встретились с боксерами из разных регионов России на международном турнире на призы Олега Саитова. Заслуженный мастер спорта России по боксу, двукратный олимпийский чемпион, воспитанник Самарской школы бокса Олег Саитов, обладает довольно внушительным списком званий. Если Олег Липаевич у нас берется за дело, мы знаем это со спорта, он все делает хорошо и все у него прекрасно получается. Поэтому мы видим по организации и по уровню турнира, что турнир достоин того уровня, на котором он себе заявляет. Не исключено, что в дальнейшем турниру будет присвоен класс А. Его внесут в единый календарный план соревнований боксеров. Сейчас турнир на призы Саитова – шанс для тренеров оценить подготовку сборной Самарской области к чемпионату страны. Сам Олег Саитов отмечает, что Самарская школа бокса имеет хорошие традиции. Когда у человека есть такое понимание, у него хорошая школа, говорят. То есть он все элементы в ринге выполняет правильно, четко, не тратит лишних сил. То есть затрачивая минимум количества сил, может одержать победу уверенно. Это называется класс, это называется школа. И вот Самарская школа, она именно такая. Александр Крышенинников занимается боксом 12 лет. Техничности и опыт помогли нашему земляку одержать победу в своем первом бое на этом турнире. Соперник, конечно, хороший попался. Особенно после такого долгого непребывания в ринге. Очень устал, но ничего, доволен, что стою на ногах все. Опыт, конечно, драгоценный, потому что приезжали, сами видите, приехали из других стран. 60 боксеров будут состязаться в 10 весовых категориях в течение 4 дней. Финальные поединки и награждения пройдут в это воскресенье. Марина Кравцова, Валерия Макарова, Артем Сулайманов, События. 25 июля на второй очереди Самарской набережной в рамках городского фестиваля по футболу среди юношей и девушек состоится трансляция на больших экранах предварительной жеребьевки Чемпионата мира по футболу 2018 года. Самарцы смогут следить за ходом жеребьевки в прямом эфире с 19 часов. В этот же день с 16 часов на второй очереди набережной начнется праздник футбола в сердце Самары. Гостей ждет немало интересных спортивных развлечений и аттракционов. Кроме того, состоится награждение победителей футбольного турнира. На этом наш выпуск завершен. Смотрите нас онлайн на сайте samar.tv и через специальные бесплатные приложения для телефонов и планшетов на базе Android и iOS. Полный архив передач на www.samaragis.ru. Следуйте за нами в Twitter, читайте нас в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. Все вам доброго и хороших выходных. Короткая жизнь – это залог процветания пенсионного фонда. А пенсионеров, похоже, окончательно хотят свести с ума. С 1 января 2015 года им перестанут выдавать пенсионные удостоверения в качестве документа, подтверждающего факт установления пенсии. Это нововведение касается тех, кому пенсии будут назначаться впервые, начиная с января 2015 года. ПФР обещает, что внесенные изменения в законодательство не отразятся на реализации социальных прав пенсионеров. Для предоставления гражданам мер социальной поддержки в случае необходимости территориальными органами ПФР будет производиться выдача справок о получении пенсии или иных выплат по линии ПФР. Чиновники, похоже, совсем с ума сошли. Ведь с пенсионеров кругом требуют пенсионные удостоверения. И что, им каждый раз бежать за справкой? Цены производителей на бензин в России в июне подскочили сразу на 10,5% после повышения на 1% в мае. Рост цен зафиксирован в 15 субъектах страны. В Тюменской, Сахалинской областях и Якутии цены производителей на бензин сохранились на майском уровне. В июне этого года потребительские цены на бензин различных марок в среднем по России превышали цены производителей в два раза. Цены производителей на нефть, добытую в июне, выросли на 6,8%, а с начала года на 45,4%. Итак, резких скачков доллара не было. Нефть на мировом рынке дешевеет. Так какую же отмазку на этот раз придумают нефтяники? Туристический поток россиян в Грецию упал за первые пять месяцев 2015 года на 62% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Доходы, полученные за счет российских туристов, упали на 58% до жалких 50 миллионов евро. Общий поток иностранных туристов в Грецию увеличился в январе-май на 27%. Число немецких туристов подскочило за это время на 25%. И вот тут есть интересный факт. Оказывается, немцы предпочитают не признаваться в своем гражданстве из-за негативного отношения к политике Берлина в Греции. И это еще не все. Зафиксированы случаи, когда европейские туристы отказывались платить по счетам, мотивируя это тем, что греки нам и так должны. Ну, мне в такой ситуации кажется, что Ципрос уже должен перед всей Россией извиняться за двурушничество на переговорах. А на сегодня это все. Хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова